Доброе утро! Доброе утро! Ну, как говорится, все познается в сравнении. Давайте посмотрим на наших соседей. Хельсинки, столица Финляндии, где несколько лет назад скорость в центре города была снижена. Где-то до 40, где-то даже до 30 км в час. И вот статистика. В Таллине в этом году в дорожно-транспортных происшествиях пострадал 211 человек, погибли четверо. В Хельсинки за это же время пострадавших 116, погибших вообще нет. Казалось бы, цифры говорят сами за себя. Да, это правильно, что, например, в Хельсике, когда они провели ограничение скорости до 40, это, по-моему, уже было в 92-м году. И после того, значит, конечно, улучшение безопасности, это там было ясно. Но у нас пока, значит, и, как и во всем государстве, например, в Финляндии, в общем-то, безопасность, осторожное движение, это намного лучше, чем в Эстонии. Вот то же самое видится и в городах. Конечно, некоторая часть для этого улучшения, конечно, дал и это ограничение. Но если говорить о Таллине, то возможно ли такое, что в Таллине, например, на всех дорогах, на всех улицах будет ограничение скорости 30 км в час? Не думаю. Так как у нас очень разные улицы имеются, у нас техническое решение улиц очень неодинаковое, конечно. И, конечно, там поток не такой, как в некоторых улицах поток не большой, а в некоторых улицах, как мы знаем, обязательно, например, часы пик, это очень такой большой. Значит, конечно, такого одного ограничения, просто сказать, что это будет 30 лет или будет что-то другое, это очень трудно вести, по-моему. Поэтому ограничения, конечно, вести можно, но как получить то, что и водители будут обследовать это ограничение, это другой вопрос. Ну, что касается того же Хельсинки, то довольно часто бывает, там могу отметить, что в тех местах, где скорость ограничена 30 км в час, по большей части 30 км никто не едет, все равно едут чуть быстрее. Ну, это то, что самое у нас, например, если ограничение 50, если можно, конечно, очень многие водители, это превышает все-таки эту скорость. То есть ограничим 30 км в час, тогда будут ездить не больше 50, это такая логика. Ну, я думаю, что это не самое хорошее решение, конечно, чтобы поставить знаки, например, 30 км в час, только того, чтобы получить скорость потока, например, 50, по-моему, это не хорошее решение. Ну, хорошо, давайте поговорим о грустном, о столкновении. Скажем, насколько большое значение имеет скорость при столкновении, когда, например, машина сбивает человека? Есть очень много исследований в мире, и это исследования, конечно, покажут, что при столкновении, например, скорости с пешеходом, говорим, например, если скорость 30 км в час, там вероятность, что пешеход все-таки останется в жизни намного больше, чем, например, при скорости 50. Исследования покажут, например, если скорость столкновения, там где-то 70 км в час, под вот таких условия для пешеходов уже вероятность остаться в жизни почти равна к нулю. Вы как специалист прокомментируете установку так называемых умных указателей. Они сейчас у нас уже появились в том месте, где Петербургское шоссе после Виадука переходит на Ярвивана и на Тамсарате. То есть в зависимости от нагрузки на дорогу в разные часы суток, в разное время суток показано, с какой скоростью автомобилистам предпочтительно двигаться. Если вот брать этот переход с Питерского шоссе на Ярвивана, то там и 70, и 50, и даже 30 км в час можно увидеть на этих табло. Ну, в общем-то, я очень поддерживаю вот эти новые такие решения. По-моему, такого одного ограничения скорости даже не бывает, так как улицы разные, так как условия разные, у нас погодные условия разные, например, могут появиться разные условия, например, там ДТП, что-то такое, и пробки, например. Так как я очень поддерживаю вот это решение, чтобы всё-таки поставить на улицах такие, как сказать, умные знаки, а не только то, что мы поставим где-то 30 или 40 или 50 км в час, а лучше, конечно, показать водителям, вот какое, например, вот этих условиях самое правильное решение для ограничений. Ну, если говорить об этих электронных системах, то какие факторы эта система считывает для того, чтобы показывать водителю нужную скорость? Или это человек принимает решение и уже переключает, собственно, знак? Конечно, водитель сам принимает решение. Если там какой-то контроль, например, полиция контролирует скорость, это, конечно, другое дело, но, в принципе, у нас, конечно, это не слишком часто появится. Но, по-моему, самое главное условие, это, конечно, погодные условия. Например, если будет зима или там будет скользко на дорогах, тогда, конечно, правильно это снизить скорость. Если появятся какие-то пробки, например, или разные такие условия, где, значит, повышение скорости просто неугодно или невыгодно, так, конечно, можно снизить скорость. Так как я думаю, что вот этих факторов не один или даже не два, там немного их больше, но всё-таки я думаю, что вот если по каждым водителям такую скорость, которую он тоже понимает, что вот условие сейчас такое, чтобы лучше бы немного тормозить, а не повышать скорость, конечно, и будут на лучшем уровне, конечно, и такое сделать. Ну, а вот, кстати, о пробках, если говорить, понятно, что Таллину далеко до Москвы или Шанхая, но всё-таки какой смысл действительно поднимать скорость и ставить те же 70 км в час, когда всё равно где-то образуется бутылочное горлышко, и машины стоят, образуется пробка? Теоретически, вот вы как специалист поясните, если скорость снижать и будет где-то 40, где-то 30 км в час, тогда пробок будет меньше возникать? Это интересно, что очень часто люди это не понимают, а исследования тоже покажут, и теория покажет, что, например, самая большая пропускная способность, то есть условия, когда пробок на меньшем уровне, это где-то при скорости между 40 и 50 км в час. Это потому, что вот в таких условиях интервалы между автомобилями станутся на меньшими, и тогда, конечно, значит, пропускает способность самая большая. Так как я думаю, что если, например, привести ограничение скорости при часах пик, например, до 40 км в час, это не покажет нам больше пробок, а даже может быть меньше, даже, может быть, условия немного улучшаются. Ну что ж, будем надеяться, что действительно найдется какое-то оптимальное решение для того, чтобы регулировать скорость на наших дорогах. Спасибо большое нашему гостю. У нас в гостях был профессор транспортного планирования Дагуантов. Продолжение следует...